Ну, уважаемая Анастасия Георгиевна, дамы и господа, начинаем второе отделение концерта. Все, наверное, слышали о том, что сейчас непростые времена. Для отца они с 90-х годов, и прежде всего, в такой сложный период страдают дети. Хотя мы все живем ради детей, не только ради своих, вообще ради детей, потому что знаем, что это будущее. Мы умрем, они останутся. И те песни, которые они выучат в детстве, они будут петь всю жизнь. Но, к сожалению, детский репертуар, произведение для детей, сейчас днем с огнем не сыщешь. Композиторам писать для детей невыгодно. И вообще, как-то это для детей сложные произведения спеть они не могут. А что там писать про котят, про щенков? Когда я увидела сборник с произведениями для детей, хотя бы Георгиевна, я увидела, ой, какие замечательные песни, как бы они обрадовали наших детей. Но была удивлена реакция некоторых родителей, которые сказали, ой, а почему это мой семилетний, мой восьмилетний ребенок будет петь про мышонку? Про что же ему петь? Ни про мышонку, оказывается, ни про котенка, ни, дай бог, ни про поросенка. Ребенок петь не может. Он должен петь на английском, про нечто такое, к чему-то физиологически не готов. Но зато это исполняется на эстраде. И происходит что? Развлечение для взрослых за счет детей. Татьяна Георгиевна, мы вам очень благодарны, что существуют ваши песни для детей. И эти песни дети любят. Наступает хоровой класс «Орлята» детской музыкальной школы, точнее, теперь уже детской школы искусств имени Козловского. Первое произведение «Дрема» солистка Милена Анчиди. Сидит «Дрема» на скалейке. Да, вяжет «Дрема», вяжет «Дрема», вяжет «Дрема» рукавинцы. Пятый год. Сидит «Дрема» Сидит «Дрема» Сидит «Дрема» Вставай, Дрёма, стыдно спать. Взгляни, Дрёма, взгляни, Дрёма, на народ. Вставай, Дрёма, в паровол. Вставай, Дрёма, в паровол. Вставай, Дрёма, стыдно спать пляши. У нашего хорового класса замечательный циркмейстер, лауреат международных конкурсов Роман Александрович Аникеев. В хорах из цикла, который мы сейчас поём разноцветные песни, участвует партия ударных. Исполнять будет ученик нашей музыкальной школы, ученик Владимира Алексеевича Колобанова, Николай Бухалёв. Вот как раз те самые песенки. Позвольте узнать, вот нос у кросёнка, он какой? Оказывается, он не пяточком, он на лозовом сердечком. Салитка Марина Шадкова «Розовая песенка». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тут душ застучат по зеленым полам, и гости ушли по зеленым полам. Серая песенка. Солисты Маша Амбушникова и Женя Ольхов. Серая песенка. Солисты Маша Амбушникова и Женя Ольхов. Волк ходит в серой бобахе, орел ходит в серой бобахе. Повторь не серой своей чудесно поет с головей, поет с головей. Важно не то, что имеешь, а то, что ты делать умеешь. Осень и яркий норяк. Дела за тебя говорят. Белая песенка. Солистка Василиса Туринова. Аплодисменты. 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 Белые поляны, белые нога, белая пушка, белые дубки, белая речушка, белые мастки. Белые запары, белые дома, белым тьет узоры, белая земля. И заключительная песенка, самая любимая у детей. О чем может быть самая любимая песенка у современных детей? Солист Витя Гарри. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ваше выступление окончено. Спасибо.